Итак, новый подозреваемый в деле о падении башенного крана. 36-летний крановщик Федор Елькин пришел в себя, но до сих пор остается в стабильно тяжелом состоянии. Напомню, мужчина в момент ЧП находился в кабине подъемника, производил заливку бетона. Кран поехал по рельсам, а после рухнул на проезжую часть. Следователи назвали предварительную причину происшествия, а кран был установлен с нарушениями. Сыщики планировали допросить Елькина, но по рекомендации адвоката он отказался от дачи показаний. По версии следкома Елькин проигнорировал правила безопасности, используя подъемное сооружение. Соблюдение правил техники безопасности, она формируется внутри самого предприятия. Там не было журнала, в котором ежедневные вот эти вот чинические осмотры должны были фиксироваться. Там люди не были назначены и так далее, и так далее. Итак, выживший крановщик Елькин может стать четвертым обвиняемым в уголовном деле. Пока предъявили обвинение, избрали меру пресечения для учредителя компании «Джазфитлайф» Виктора Полукарова, гендиректора Константина Семенова и начальника строительного участка Сергея Масленкина. Напомню, 26 октября на улице Жукова башеный кран упал на два автомобиля. В результате погибли водитель Соболя, водитель Тойота Рав-4, его супруга и ребенок. Продолжение следует...